Доброго дня всем! Всем здрасте! Прекрасная солнечная погода у нас сегодня и я уговорила выехать за город получается практически посмотреть что привезли на наш скотный двор каких бычков, каких тёлок вот такие вот сначала я подумала, что это бычки, оказалось, что это девочки, тёлочки дикие, безрогие вон одна-две с рожками очень дикие одним словом эти коровы если даже они даже отелятся, то доить их будет невозможно точно так же, как и казахскую белоголовую так как молока они дают немного очень жирное и они идеально подходят для вскармливания телят обычно под них пускают одного двух даже слышала что и вот видите как он брыкается даже даже трёх телят люди прикупают значит и пускают под вот таких вот коров вот я их прошу подойти ко мне вот всё зову-зову они не подошли вот вот такой вот бутёк добрый добрый добрая душа хорошая да очень такой мощная очень хорошая мы поехали хозяина не было на месте но потом ему позвонили и поняли что вот этот вот пучок он стоит 85 тысяч одним словом вот такие вот бычки с такими ужасно страшными рогами вот этот бык 85 тысяч так а вот этот вот который с такой злостью смотрит он меня даже не интересует вообще к нашим бычкам которые стоят на откорме как-то привыкла заласкала я их они у меня как котята а вот эти вот ну вот этот вот добренький так а вот эти вот с рогами как-то зло смотрит есть такие люди которые тоже из-под лоби смотрят и таких людей не людей не скотину не хочу видеть у себя во дворе вон лежит галштин мне кажется вон бычок но его мало интересуем и мы интересуем и для чего мы тут одним словом как я их не подзываю ни один ко мне не подходит вот вот такие вот очень хорошие очень хорошие цены я вам сейчас скажу 85 вот этот большой не могу сказать что он прям огромный но 85 тысяч за него я считаю дорого а вот тут вот обердины а эти ангусы ангусы обердин ангусы и я не знаю что тут еще мне кажется тут и эти казах один есть все безрогие вон смотрите вот этот бычок просто очень хорошие но они все очень хорошие одним словом 65 тысяч и до 85 вот такие вот цены вот этот самый мелкий за 63 сказали можно как отдать но они хорошие смотрите шея мощная такая хорошая все единственный бычок который подпустил ну сейчас люди их будут брать на откорм очень дорогие корма резко я так чувствую повысится цена на мясо из-за вот этих вот цен просто по часам которые поднимаются вот страшно даже дальше думать даже о том как нужно дальше жить и что будет дальше понимаете вот купить таких вот за 130 тысяч двух бычков даже сколько в них нужно еще вложиться я не говорю про корма и т.д. и т.п. сено солому а труд человеческий их то нужно кормить вовремя понимаете в одно и то же время если хотите получить хороший упитанный скот нужно их кормить строго в одно и то же время вот мы пытаемся придерживаться графика ну вот очень хорошие прям бычки тогда я и не думала мы вот когда смотрели мы цену на них не знали а потом созвонились когда узнали что-то вот смотрите вон сзади стоит какой красавец длинный такой шея мощная одним словом ребят выживает сильнейший людей жалко жалко наших ребят всем добра всем здоровья